Четыре этажа библиотеки Шишкова, как четыре этапа восхождения, от побережья, от равнин, все выше, по склонам огнедышащих вулканов, за облака и к самому небу. Именно так организаторы ТЭРа Камчатка постарались передать дух и разнообразие этой необычной земли. Камчатка – это действительно огненная земля, очень обо многом говорит то, что это единственное место на земле, где проходит стык трех тектонических плит. То есть каждый год на несколько миллиметров, сантиметров эти плиты наезжают друг на друга. В общем-то, этим и обуславливается такая вот активность. Дарья Малицкая – гид-экскурсовод. Последние два года вводит группы в этот суровый и красивый край. Выставка – это сочетание ее фоторабот, а также результатов исследований целого ряда специалистов. Так, среди снимков можно увидеть и копии древних наскальных рисунков. Ученые объясняют, несмотря на отдаленность территории, одни и те же символы встречаются и у нас на Алтае, и на Дальнем Востоке. Например, образ колесницы. Колесница, по мнению еврейных народов, символизировала строение мироздания, деление мира на нижние, средние и верхние миры. Поэтому, конечно же, и много это прослеживается в сказках народных, именно северных народов. Картинками выставка не ограничивается. С помощью специальных QR-кодов можно расширить ее пространство. Терра Камчатка – это часть глобального международного проекта мультимедийных экспозиций, цель которого – максимально полно познакомить жителей разных стран и городов с заповедными уголками земли. Бранул стал первой пилотной площадкой для проекта. Побывать на виртуальной Камчатке горожане смогут до конца июня. Илья Кочетков, День с толком.